Новости на телеканале Санкт-Петербург. В студии Дмитрий Володин. Добрый вечер. Начинаем. Въехал в лифте в спортивных трусах и внезапно ударил соседа. На бывшего спортсмена возбуждено уголовное дело. Вегетарианская икра на отечественном оборудовании. Петербургское предприятие по переработке рыбного сырья расширяет рынки сбыта. Веником в ступу и бег в мешках. Во Фрунтинском районе прошла детская спартакиада. Программа нашего телеканала «Культурная эволюция» признана лучшей сегодня в Петербурге. Чествовали финалистов журналистского конкурса «Золотое перо». В номинациях «Специальный приз» награды вручали представители правительства федерального и городского парламента. Вице-губернатор Борис Петровский, депутат Госдумы Сергей Боярский, вице-спикер законодательного собрания Марина Шишкина. Также в церемонии принял участие председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол. Авторский коллектив телеканала «Санкт-Петербург» одержал победу в самой многочисленной номинации «Культура» за проект «Культурная эволюция». Это единственная, постоянно выходящая в телеэфир программа о культуре в нашем городе. Кажется всем, что культура – это что-то второстепенное, что-то для украшения жизни. Но для нашего города культура – это очень существенная часть жизни. В нее вовлечены большое количество людей, как тех, кто ее, собственно, представляет, как и тех, кто за ней пристально наблюдает. И поэтому, на самом деле, очень большая ответственность сделать именно программы о культуре. В эти минуты мои коллеги собирают очередной эфир культурной эволюции. Поэтому я хотела бы, конечно, скорее оказаться рядом с ними, рассказать о том, что мы получили награду, показать ее и разделить эту радость. Обладателем Гран-при «Журналистом года» стал фотограф издательского дома коммерсант Александр Петросян. Лев Сидоровский, автор множества очерков, статей и филитонов, был удостоен премии за вклад в развитие журналистики. Специальным призом губернатора отметили главного редактора газеты «Петербургский дневник» Кирилла Смирнова. Добавлю, конкурс «Золотое перо» проводится в Петербурге с 1994 года. Городские предприниматели должны искать новых партнеров в дружественных странах, таких, например, как Индия и Китай. Налаживать деловые контакты с западными коммерсантами в обход санкций ненадежно. Об этом сегодня заявил спикер законодательного собрания Александр Бельский. Поддержку предпринимательства в новых геополитических условиях обсудили в Мариинском дворце. Там собрались петербургские бизнесмены, представители 30 ключевых отраслей экономики. Встреча прошла в преддверии грядущего Петербургского международного экономического форума. Нужно осознать такую простую вещь, что то, что сейчас происходит, оно у нас происходит всерьез и надолго. И у нас не будет моментов, связанных с тем, что мы, например, там с завтрашнего дня у нас как-то все поменяется или вернется обратно. Вряд ли такое произойдет. Мы не можем делать какие-то планы в какой-то долгосрочной перспективе. По словам вице-губернатора Алексея Корабельникова, который возглавляет штаб по стабилизации городской экономики, она переходит в состояние нормального функционирования. Тем не менее, есть проблемы, которые предстоит решить. Одни из самых главных – логистика и, как следствие, нехватка комплектующих. В целом, Смольный и парламент готовы идти на различные послабления. Но какие именно будут наиболее эффективны, должен предложить сам бизнес. Доходы городского бюджета формируются из налоговых отчислений, в основном налоговых отчислений от бизнеса. Поэтому мы держим всегда в голове, что, помогая предпринимателям, которые работают на территории города, мы помогаем ей наполнять перспективы бюджета для того, чтобы решать все социально значимые вопросы. По словам спикера парламента Александра Бельского, сегодня город способен заменить до 90% западных товаров и услуг в некоторых отраслях. На них, в первую очередь, нужно сосредоточить общие усилия власти и бизнеса. Ну и в продолжении темы. Вегетарианская икра на отечественном оборудовании петербургской предприятия «Флагман» в переработке рыбного сырья в изысканные деликатесы. Качество не уступает производителям и Скандинавии, а контроль на производстве доскональный. Ну а раз о вкусах не спорят, то рынок сбыта обязательно найдется. Дмитрий Ковалев расскажет. Эта лаборатория – один из важнейших участков производства. Именно тут химики проверяют качество исходного сырья. Кстати, в большинстве случаев оно из России. В распоряжении Владимира Орлова высокоточное оборудование. Контроль доскональный. Именно от качества агара и альгината натрия, получаемых из водорослей, и зависит вкус уже готового продукта. Масло – это главное органолептика, то есть оно должно быть обезличенное. Также мы привязываем красители. Кроме того, мы занимаемся физико-химическими исследованиями готовой продукции. Подтверждаем также ее качество. И, конечно, отбираем на производстве полуфабрикат. Ежегодно здесь производят больше 50 миллионов единиц готовой продукции. Это имитированная икра, рыбные паштеты, салаты из морской капусты. Еще недавно все это поставлялось в Европу. Качество позволяло конкурировать с производителями из Скандинавии. Теперь для менеджеров дополнительная задача – найти новые направления сбыта. В первую очередь восточный, ну и, конечно, внутренний рынок, с которого уходят поставщики из-за рубежа. Мы готовы, и более того, мы можем сказать, что это нужно. Потому что мы растем каждый год, это заметно, и растем по всем категориям продуктов. Потому что у нас появляются новые продукты, например, имитированная икра, без содержания животных компонентов, вегетарианская полностью. Мы, опять-таки, были первыми, кто выпустил этот продукт. Расширение производства невозможно представить без современного оборудования. Большинство агрегатов – капсуляторы и грануляторы, установленные в цехах Европрома, отечественные есть машины и от петербургских разработчиков. У нас нет ни одной сложной технологической единицы оборудования, которая куплена за границей. Все основное технологическое оборудование изготовлено в России по чертежам конструкторов российских. А в рецептуре также приоритет для продуктов из России. Исключением может быть рыба, горвуша, тунец и скумбрия. Но это зависит от региона промысла. Дмитрий Ковалев, Александр Аксенов, Александр Лоскутов. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Из большого спорта на скамью подсудимых. В отношении петербургского спринтера Александра Хюта возбуждено уголовное дело. Он подозревается в избиении соседа. На 65-летнего мужчину спортсмен напал в лифте жилого комплекса на Приморском проспекте. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Потерпевшего госпитализировали. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и переломы. Отмечу. Александр Хюта, который оставил беговую дорожку пару лет назад, уже задерживала полиция. В прошлом году у него в кроссовке нашли наркотики. Сейчас бывшему атлету вменяют статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он находится под подпиской о невыезде. Ну а петербургские, вернее, телефонные мошенники вновь активизировались в нашем городе. За последний месяц со счетов пожилых людей было снято более 30 миллионов рублей. Чаще всего аферисты, конечно, пользуются доверием именно пожилых людей. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции или банковской службы безопасности, сообщают о попытках кражи денег со счета или оформления кредита. Сотрудники уголовного розыска просят внимательно относиться к подозрительным звонкам и не впускать в квартиру незнакомцев. Более 200 знаковых событий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра Великого, будут проведены в городе в этом году. Конечно, главным днем празднования станет 9 июня, день рождения первого императора России. К торжествам присоединились десятки музеев, учреждений культуры и концертных площадок. Конечно, очень трудно ориентироваться в большой насыщенной программе событий. Для этого у нас есть специальные ресурсы, это портал «Культура Петербурга», где мы постарались собрать наиболее интересные знаковые события. И я призываю всех познакомиться с той афишей, с той программой, которую мы разместили на портале. Центром проведения торжеств в честь юбилея Петра Великого станет Петропавловская крепость. Праздничные мероприятия там начнутся с самого утра 9 июня. К этой дате Музей истории Санкт-Петербурга приурочил более 60 своих проектов. Это и новые выставки, и выставки, которые мы открывали в конце предыдущего года. Это торжественные церемонии в Петропавловском соборе богослужения, возложения цветов к могиле Петра Первого. Это научные конференции, семинары, презентации. Также 9 июня выставки, посвященные Петру, открывают Кунсткамера и Русский музей. ТЮЗ дает специальный показ спектакля «Петр Первый». В Эрмитажном театре состоится концерт симфонического оркестра Санкт-Петербурга в рамках открытия традиционного конгресса петровских городов. Праздничные программы и в течение дня будут идти сразу на нескольких открытых площадках в центре Петербурга. Подробнее о программе празднования можно узнать на портале «Культура Петербурга». Велосипедная гонка «Ластрада» ограничит движение транспорта в центре города. Завтра уже с 6 утра нельзя будет проехать по десятку улиц в центре Петербурга на Петроградской стороне и Васильевском острове. Основные ограничения во второй половине дня. С 15 часов недоступны участки Аптекарской и Петроградской набережных. С 17 – набережная Макарова, Кронвергская и Мытненская. А с половины седьмого практически весь центр. Ближе к восьми вечера закроют еще и движение по мостам Дворцовому, Троицкому, Гренадерскому и Самсоневскому. Более подробно о транспортных ограничениях можно узнать на сайте дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга. И пока взрослые готовятся к велогонке, дети уже приняли участие в спартакиаде. В парке героев пожарных Центр физкультуры, спорта и здоровья устроил соревнования. Ребята не только поучаствовали в интересных конкурсах, но и показали, как нужно поддерживать своих друзей. Громко и весело. Что за испытания придумали организаторы и для чего был нужен веник, расскажет Дмитрий Копытов. Часть состязаний провели в русском народном стиле. По мнению организаторов, одна из забав – это кидать веник в бочку, в ступу. Будем кидать примерно с пяти метров. Попробуем, получится или нет. Получилось. У школьников сначала получалось чуть хуже, но с каждой попыткой все точнее и точнее. Еще до официального начала фестиваля дети нашли себе занятия. Команда мальчика против команды девочек соревновалась в перетягивании каната. Казалось бы, победитель очевиден, но… А вот в Лазертаге мальчикам нет равных. На соседней площадке полоса препятствий, бег в мешках и эстафета. За своих болеют не жалея голоса. Давай, давай, давай! Фестиваль организовал Центр физкультуры, спорта и здоровья Фрунзенского района при поддержке Общероссийского народного фронта. У нас уже три дня как лета. Стартовала летняя оздоровительная кампания среди детских лагерей, конкретно в нашем Фрунзенском районе. Здесь собраны по одному отряду с каждого лагеря. У нас их всего семь. Соответственно, мы здесь собрали детей шести-девяти лет для того, чтобы провести между ними интересную, занимательную спортыки. Очень много детей остается в городе. И, конечно, детские городские лагеря, призванные этих детей как-то организовать. А тем более, когда проводятся такие фестивали спорта интересные, да, с разными интересными станциями. Мы сегодня видим и пейнтбол, сегодня видим и метание веника в ступу и с разными двигательными активностями. Детям, конечно, это интересно. Эти соревнования доказали, главное не победа. Участие и, конечно, настроение и атмосфера. Каждый маленький спортсмен по окончании получил памятные подарки. Дмитрий Копытов, Дмитрий Гринчак и Елена Волкова. Новости, телеканал Санкт-Петербург. В лесах недалеко от Петербурга заметили бурых медведей. Фотоловушка биолога Павла Глазкова поймала в объектив одного косолапого. Как пояснил ученый, животных начался брачный период. В это время медведи, особенно самцы, активно перемещаются по лесу, делая так называемую поисковую тропу. Оставляют следы когтей на деревьях и надламывают зубами ветки. Именно по запаху этой тропы самка и принимает решение, идти за медведем или нет. Павел Глазков рассказал, как вести себя в лесу и что делать при встрече с животными. Медведи по своей природе очень плохо видят. Они пользуются обонянием и слухом. Нужно не допустить, чтобы произошла встреча с медведем. Для этого нужно шумно идти перемещаться по лесу. Ни в коем случае нельзя бежать. Медведь-хищник и ваш стремительный бег может спровоцировать животное к нападению. Всего в Ленинградской области обитают более 3000 бурых медведей.